В США второй за день и третий за неделю громкий сексуальный скандал, в котором замешаны ученик и школьная учительница. Между ними, как выяснила прокуратура города Саус-Эмбой, была интимная связь, в связи с чем преподаватель истории арестована и находится в следственном изоляторе, и ждет, пока ей назначит сумму залога, чтобы выйти на свободу до суда. Подобные истории вызывают бурные споры и общественный интерес, причем как в Америке, так и в России. Со мной в студии мой коллега Валерий Кипелов, который сегодня комментирует этот эпизод. Валера, насколько это серьезное преступление и почему к незаконным поступкам такого рода и однозначные отношения в обществе? Привет, Лиза. Итак, она звалась Фатимой. 24-летняя, теперь уже бывшая учительница истории Фатима Группико, предстанет перед судом за секс с 17-летним учеником католической школы. О подобных историях мы слышим в новостях регулярно и не менее регулярно читаем массу комментариев, многие из которых, если не большинство, призывают не сажать попавшихся на горяченьком распутных учительниц в тюрьму. И чем меньше разница в возрасте между воспылавшими страстью любовниками, тем громче голоса в их поддержку. Многие 16-ти, 17-ти и тем более 18-ти летние молодые люди и девушки в США подчас выглядят старше своих лет и нередко развиваются быстрее, чем другие. В результате полувозрелые старшеклассники и молодые, всего на несколько лет старше преподавательницы, скажем так, находят друг друга. Когда в эти романтические истории или просто случайные связи вмешивается суровая рука закона, существенная часть общества возмущается, мол, посмотрите на него, какой же он ребенок. Сам же старшеклассник в таком боевом и гормонально активном возрасте и в такой ситуации наверняка тоже не чувствует себя жертвой, а среди сверстников его авторитет после секса с хорошенькой учительницей взлетает выше крыши. Однако есть личное мнение, а есть закон, определяющий, среди прочего, так называемый возраст сексуального согласия. Тот возраст, после которого житель США может самостоятельно решать, как ему поступать со своим телом. Примечательно, что в разных штатах страны этот возраст варьируется от 16 до 18 лет. Например, во Флориде это 18 лет, в Нью-Йорке 17, а в, казалось бы, пуританской и глубоко религиозной Южной Алабаме 16. Общей логики здесь искать не стоит. Власти каждого штата по отдельности устанавливают свои нормы, исходя из местных устоев и культурных особенностей. В штате Нью-Джерси этот возраст 16 лет, и, казалось бы, 17-летняя жертва коварной учительницы не должен бы подпасть под статью о преступлении сексуального характера. Однако здесь ключевой момент — это статус Фатимы Группико. Она в данной истории учитель своего ученика. Она была за него ответственна и имела определенную власть над ним. Другими словами, в данной ситуации они не были равны. Один зависел от другого в рамках отношений ученик-учитель. И именно за злоупотребление доверием и, цитата, «создание угрозы благополучия ребенка» женщину будут судить и с большой долей вероятности посадят на какое-то время в тюрьму, как это уже не раз случалось с ее коллегами. Лиза? Спасибо, Валерий. Валерий Кипилов об очередном сексуальном скандале, в котором замешаны ученик и учительница. Продолжение следует...